Девушки отдыхают Как я недавно прочитала в одном комментарии в интернете, что мы, большинство киевлян, не скакали на Майдане. Но, как выяснилось, не только киевлянам, а всему населению Украины придется ответить за скачки этих безумцев. Что я могу сказать о событиях на востоке Украины? Мое отношение к событиям на востоке Украины не меняло с самого начала. Потому что оно было однозначно. С самого начала я понимала, что происходит на юге-востоке. Юго-восток восстал против фашизма. К русскому народу я отношусь очень хорошо. Я считаю себя частью русского народа, несмотря на то, что я чистокровная украинка. И насколько верить можно тому, что говорил мой отец, он говорил, что он потомок запорожских казаков. То есть я чистокровная украинка, киевлянка, но тем не менее я считаю себя русской. Тем более, что прекрасно все знают, что начиналось все с Киевской Руси. То есть мы один народ. Мое такое мнение. К еврейскому народу я отношусь положительно. Именно к самим евреям, которые истинные евреи, вот я отношусь очень хорошо. Это умнейшие, мудрые люди, у которых можно много чего поучиться. Я не очень хорошо отношусь именно к сектам еврейским, вот такой, как Хаббат, еще каким-то другим, которые, в общем-то, сейчас, по моему мнению, причастны к перевороту на Украину. Материально в Киеве поддерживают военных преступников, считаю, люди, которые не понимают, что они делают. Вот это первое. И второе, здесь еще есть такой аспект, что очень много аферистов развилось, которые собирают средства, конечно, на свои собственные нужды. И, конечно, они изображают патриотов, но это далеко не так. И большинство людей не собирают средства и не поддерживают военных преступников. Не сдают. Не сдают никаких средств. То есть люди уже все поняли, большинство. То, что население Украины уменьшилось сейчас до 35 миллионов человек, это очень плохо. Это очень плохо. По той причине, во-первых, люди, которые не согласны с политикой киевских властей, очень многие выехали. Первое. Второе. Очень многие скрылись от мобилизации. Одни уехали в самом начале Майдана, потому что поняли, к чему это приведет. Очень много молодежи. А после того, как объявили четвертую волну мобилизации, конечно, еще больше людей уехали. И еще много хотят уехать, но не могут по разным причинам. Конечно, я как киевлянка, как украинка, и я считаю себя патриотом Украины, именно истинной Украины, в которой живут нормальные люди. Я считаю, что война не должна продолжаться. Ее надо немедленно прекратить. И это можно было очень просто сделать. Ее можно было даже не начинать. То есть наши власти, они могли прекрасно поговорить с тем же Крымом, с Юго-Востоком, но они не хотели это делать с самого начала. Значит, это было задумано. Это война, и это безобразие. Ну, украинские СМИ, это вообще отдельная тема. Это отдельная тема. Я сейчас их смотреть вообще не могу. Потому что я лично считаю, что журналисты, большинство наших каналов, должны ответить за то, что они показывают. Особенно пятый канал. И вот эти все каналы, которые образовались, Эспрессо-ТВ, 112-й. Если, правда, на 112-м иногда что-то там проскакивает, такое положительное. Но особенно пятый канал, что они вытворяли во время Майдана. Это же просто кошмар. Там открытым текстом призывали браться людей за оружие. И они в основном виноваты в том, что произошло такое сильное противостояние. Потому что там постоянно говорили о том, что Россия плохая, что Путин плохой, что русские плохие. То есть это нагнетание преступно. И поэтому они должны ответить. И, конечно, эти СМИ не могут правдивыми быть, потому что они принадлежат вот этим кланам, которые хотят просто Украину разделить. Это феодалы, новые феодалы. И, конечно, у них есть и свои отряды, и свои СМИ. К украинским олигархам, конечно, я отношусь отрицательно. Отрицательно, потому что я социалист в душе. И я хочу, чтобы был социализм. А еще лучше то, что было раньше, Советский Союз. То есть я советский человек, им была и осталась. Ну, а благосостояние кивлян после победы Майдана, это даже не знаю, как эту тему поднимать, потому что оно настолько ухудшилось, что люди, большая часть людей стала рыться в мусорных баках. И я этому свидетель. То есть они стараются взять оттуда какую-то бумагу, какие-то бутылки, какие-то. В общем, это просто кошмар. Насчет того, что ездят ли они в ЕС, я думаю, что все меньше и меньше ездят. Это только те, у которых, в общем-то, олигархи продолжают ездить в Евросоюз. Когда-то Яценюк выступал на каком-то одном шоу и обещал, что после подписания ассоциации каждый украинец может ездить в Евросоюз по украинскому паспорту. И мне хочется узнать, сможет ли Яценюк по украинскому паспорту приехать в Евросоюз. Я думаю, что не только Яценюк, но и мы никто не сможем. Это во-первых. А во-вторых, большинству граждан не нужно ездить в Евросоюз. Нам было неплохо и здесь. Мы неплохо здесь жили. Мы были очень богатыми людьми. Просто мы это не понимали. Многие не понимали. Причина войны между правобережьем и левобережьем на Украине это фашистский переворот, спонсируемый олигархами Украины и Америки. То есть это было все задумано и проведено по их сценарию. А нацгвардия такая наша знаменитая в кавычках на Донбассе воюет с простыми людьми. Когда я смотрела видео, там где дети погибшие, разорванные, я видела часть черепа, снесенного у ребенка, а одного ребенка держали на руках, он был просто разорван на части маленькие. Я просто, я рыдала, то есть я практически рыдала каждую ночь, сколько продолжались военные действия на Донбассе. Это страшная вещь. Кому пришло в голову, какому идиоту бомбить мирные города? Я это понять не могу до сих пор. И зачем это нужно делать? Вот есть прекрасная книга Курта Ванегута, американского писателя, который пережил бомбардировку в Дрездене и остался жив. Он назвал свою книгу «Бойня номер пять». Так вот, я не знаю, как нашу бойню назвать. То есть это бойня Украины и руками самих украинцев. Вот до чего довели нас, довел наш Майдан и довели наше правительство теперешнее. Ну, если спросить, можно ли закончить украинскую войну, ее нужно очень быстро закончить. Нужно сменить вот эту власть киевскую на нормальных людей. Я считаю, что в парламенте должны сидеть рабочие, колхозники. Ну, то есть это мы колхозники, но можно назвать фермеры, интеллигенции, учителя. Вот эти люди должны сидеть в парламенте. Они вот эти богатые толстосумы, которым война очень выгодна, и они на ней наживаются. Конечно, я знаю, что в бывших Луганской и Донецких областях живут потомки запорожских казахов. И я думаю, что сломить их нельзя. Никогда, никогда их не сломит ни Порошенко, ни Обама. Небесную сотню расстреляли в Киеве вот эти люди, кукловоды, которые, то есть из-за рубежа. То есть, ну, я имею в виду не сами они, но руками людей, которых наняли. То есть это и так понятно, это очень похоже на то, что происходило в других странах. Вот на Майданах всегда появлялись неизвестные снайперы, которых потом никто не находил. Я думаю, что, скорее всего, этих снайперов тоже уничтожили, чтобы они не смогли дать показания. А ДСИТа в Доме профсоюзов сожгли вот эти националисты, радикалы и бандиты. И я думаю, что к этому причастен Поруби, потому что он туда приезжал. И это известно. И много видео в интернете, на Ютьюбе об этом есть. Но почему-то наша украинская власть это не хотят расследовать. И я думаю, что все-таки народ сейчас начал прозревать. И придет то время, когда эта власть будет сметена. И у нас мы начнем строить социализм. Скажите, какие-то репрессии против коммунистов в Киеве были? Конечно. В Киеве были репрессии против коммунистов. Во-первых, репрессии начались еще тогда, когда коммунисты были в Верховной Раде. Потому что им угрожали открыто. Их даже закрывали именно депутатов. Это я знаю от своих знакомых депутатов. Вот. Они их закрывали даже в комнате. Забирали у них карточки. Голосовали их карточками. Вот. Кроме того, вот эти заседания в Верховной Раде, сразу же после этого путча, когда они шли на заседание, они шли сквозь строй вот этих вооруженных сотен. Вот. То есть это все было под нажимом. Это первое. Второе. Известно из новостей и СМИ о том, что был разгромлен центральный офис на Бориса Голебска-7, Компартии Украины. То есть до сих пор Компартия Украины не может туда вернуться. Несмотря на то, что были суды, о том, что вроде бы как возвращено. И там вот этот красавчик, в кавычках я могу только сказать, Егор Соболев, который занимается люстрацией, сразу же после того, как они разгромили, он там сидел. И там была канцелярская сотня, которая занималась изучением документов. И они назвали это Николы Знову. После чего они опубликовали фамилии помощников депутатов, коммунистов. Кроме того, у нас, я знаю, что на стенах многих домов, особенно возле горкомов, райкомов, были такие фразы. Мы знаем, и доживут ваши семьи. То есть это такие вот угрозы. Кроме того, секретарям райкомов грозили на некоторых на стеклах машин, оставляли там различные письма с угрозами. И разгромлены были райкомы, кроме одного. То есть практически все райкомы разгромлены. Значит, имущество уничтожено, компьютеры. То есть сожжены там флаги, сожжены там книги, литература. То есть очень много... Кроме того, когда громили Шевченко с киройком, там был молодой парень, которого избили и битами, и трубами. Он очень пострадал. То есть вот такие вот вещи. Поэтому говорить о том, что мы идем в Европу, или мы европейским цененцем, я думаю, что мы идем просто... Мы просто мало того, что экономически мы опускаемся на дно, но мы так... Я думаю, что Гитлер покажется нам ангелом, если так будет продолжаться. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!